Нас ждет с вами удивительное событие, первый раз в нашем городе, да, наверное, мало сказать в нашем городе, в нашей области. Подиум зрелой красоты. И есть возможность немножечко сказать об истории, о создании, как это все получилось и как пришло в наш город. И вот я хочу задать несколько вопросов организаторам этого проекта, Анастасии Лазибной, Настя, автор этого проекта, основатель замечательного портала, очень советую посмотреть, прямо можете сейчас набрать, баба-деда.ру. И с этой стороны у меня Татьяна Акимова, директор нашего благотворительного фонда «Хорошие истории» Самарской области. Ну что, мои дорогие, несмотря ни на что, мы с вами вот в таком красивом, уютном месте, который готов для наших участниц. Ну и, конечно, первый вопрос, что это за проект? Подиум зрелой красоты. Спасибо большое. Очень приятно быть сегодня в Самаре и проводить проект в Самаре. Почему? Потому что подиум зрелой красоты – это редкая история. Это социокультурный проект, это не настоящий подиум, не просто модный показ. Это смысловая история, которая должна показать обществу, жителям города Самара новый образ старшего поколения. Мы специально делаем проект в виде показа, чтобы он был красивым, но основной фокус всегда на людей. Нашими участниками являются непрофессиональные модели. Это все жители города, все они старше 50 лет. Это могут быть ваши знакомые, друзья, соседи. Все это обычные люди, которые попали в проект только потому, что они хотят показать себя по-другому. Не так, какими их привыкли видеть. Они хотят показать, что они смелые. Они авантюристы в чем-то. Они готовы ломать стереотипы вместе с нами. И вот это все про наш проект. Мы ломаем стереотипы о возрасте. Мы делаем это 7 лет. Проект существует и начинался он в Москве. Потом мы поняли, что не все хорошее должно происходить только в столице. Мы поняли, что проект нужен Петербургу, Казани, Красноярску. И вот наконец-то мы доехали до Самары. И мы безумно рады, потому что проект для людей. И когда мы приходим в какой-то город, мы не уходим из него. И мы уверены, что будет продолжение проекта. И сегодня мы увидим, что он из себя представляет. И на следующий год мы будем ждать большее количество участников. Я надеюсь, что будет больше солнца. Сегодня мы делаем многое вопреки. И мы будем продолжать делать вопреки для людей. Солнечное будет точно от тех, кто пойдет по этому подиуму. Танюш, хочу задать тебе вопрос. Вот ведь можно было поговорить по телефону и сказать нет. Потому что обстановка сложная. Потому что заболевание, этот корон, с которым мы просыпаемся и ложимся. А тут такое предложение. Вот ты сразу сказала, да, мы готовы, мы найдем, вперед. Мы еще год назад с Настей говорили про этот проект в Самаре. А потом наступила пандемия. И было очень грустно. И было очень тревожно. И мы поняли, что вот сейчас, пока у нас небольшая передышка, нам хочется праздника. Который вдохновит всех. Который даст какой-то толчок к чему-то новому. И если даже мы опять уйдем в это грустное состояние, у нас будет совершенно другое настроение. У нас будет воспоминание о том, что было сегодня. Да? Мы не случайно даже с Таней, не договариваясь, вот в красном, потому что действительно для нас сегодня такой яркий, настоящий праздничный день. Таня, но опять-таки хочу тебе сказать, ведь у нас очень много было самых разных проектов для пожилых людей. Если перечислять это за многие-многие годы, самые разные. Почему вот решила, что такого не хватает? Мы действительно пели на сцене и танцевали разными поколениями. У нас был проект «Мои внуки». У нас есть проекты, когда мы видим там активных старших. И эти старшие придумывают свои идеи и вовлекают туда самых разных людей. И это связано со спортом, это связано с образованием, это связано с творчеством. У нас есть большая программа, которую мы делали во время коронавируса. Когда это коалиция «Забота рядом», когда очень много людей объединились для того, чтобы помочь тем пожилым людям, которые оказались запертыми в своих квартирах, и им нужно было помогать. И все помогали, и приносили продукты. И очень-очень много было сделано не только в Самарской области, но и по всей стране. И тут не хватило красоты. Но вот такого драйва, но такого кайфа, но вот такого совершенно нового у нас еще не было. И Самара – один из немногих городов в России, который продолжает вот этот проект «Подиум зрелой красоты». И я надеюсь, что он станет традиционным. И вы не представляете, какое волнение участников, но и какое счастье у них. И это действительно будет то, что будет дальше радовать всех-всех-всех-всех. И это то, что очень многое изменит в том, как мы будем смотреть на старших. В том, как они сами на себя будут смотреть. И как мы будем выглядеть, становясь старшими. Потому что это, в общем-то, во многом определяется именно и сегодня. Потому что мы привыкли стереотипно, если человеку за 60, за 70, то женщина одевала на себя платочек, серенькую какую-нибудь юбочку, кофточку, и уже не позволяла себе выйти в чем-то другом. Потому что говорила, не положено. Как ваши участники? Ведь они действительно люди самых разных профессий, возрастов, занятий. Они-то охотно не только в Самаре, а в других городах говорили. Да, Настя, мы готовы пойти вот в этом по подиуму. Такая странная история. Спасибо. Это, правда, очень хороший вопрос. Странная история. Все наши участники, они приходят такие, какими мы правда хотим их показывать. Мы их не делаем. Мы не делаем искусственную картинку. Они правда такие живые, веселые, радостные. Мне кажется, это потому что они приходят, разделяя наши ценности. Проект очень нестандартный. Позови сейчас любого человека на улицах Самары поучаствовать в подиуме зрелой красоты. Если он на пенсии, не каждый откликнется. Те, которые приходят к нам, они изначально хотят менять что-то в своей жизни, в жизни общества, в отношении к ним самим. Они готовы. Они могут это не понимать. При этом подсознательно у них это есть. Поэтому я всегда говорю, что участников, которые самых разных возрастов у нас, есть люди 50 лет, 60, 70 лет, самых разных комплекций, типажей, образования, сферы деятельности, их всех таких разных объединяет только одно. Желание что-то менять и показывать обществу новое. Они авантюристы. Они такие пионеры. Они готовы быть первыми. И вот они приходят к нам. Во второй год могут прийти другие люди, которые не верят, но увидели первых участников и сказали, мы, наверное, тоже можем. И это очень важно, потому что в подиум может прийти любой человек, любой житель города без какой-то подготовки. У нас нет профессиональных моделей. У нас только люди, единомышленники. И вот таких мы находим. Вы с ними поддерживаете потом какую-то связь? Вот даже, может быть, через свой сайт Баба Деда они что-то пишут, они делятся своими какими-то маленькими большими победами. То, что они занялись каким-то, я не знаю, спортом, искусством и так далее. У нас есть потрясающие истории. Во-первых, подиум – это что такое? Это история, которая дает уверенность людям. Уверенность оказывает влияние на дальнейшую жизнь человека. Если ты получил заряд бодрости, ты можешь выйти замуж, изменить свою жизнь, найти наконец-то свою любовь. И мы видим многих женщин, у которых, правда, это происходит в жизни. Кто-то выходит замуж в 65 лет. И кто-то выходит замуж в платье, которое было на подиуме. Это очень символично. Кто-то находит работу, хотя долгое время не мог устроиться на работу, в 55, например. Потому что есть возрастная дискриминация на рынке труда, к сожалению. Но получая уверенность и заряд нашего проекта, люди начинают в себя верить. И они меняют свою жизнь. Профессиональную, личную. Начинают больше помогать благотворительным фондам. Становятся волонтерами. Приходят к нам. Из других городов приезжают. У нас, правда, сегодня хотели в Самару приехать люди из Москвы, из Петербурга. Просто помочь. Мы не просили их. У вас такая большая-большая семья получается, да? Поэтому как-то вот... А скажите, пожалуйста, вот разные города... Да, вы в Самаре в первый раз? Я сама не в первый. Мне Самара очень нравится. Но сам подиум зрелой красоты впервые. Это впервые два. А чем нравится Самара? Потому что у всех разные впечатления. Кто говорит, что Самара слишком старенькая? Самара слишком как бы не очень чистенькая? А вот что вы увезете вместе с впечатлениями от подиума? От Самары? Вы знаете, я реагирую на очень разные вещи. Я, например, помню, как вчера, приземлившись, мне абсолютно посторонний мужчина помог надеть куртку. Просто потому что я в это время говорила с организаторами из благотворительного фонда хорошие истории. Это был незнакомый мне человек, он просто мне помог. Я это запомнила, я подумала, какой прекрасный город, где люди просто так друг другу помогают. Какие у нас мужчины! Да, Таня? Сегодня мы самых смелых из них увидим на нашем подиуме. Их, конечно, поддержим. Очень надеемся, что поддержат и наши зрители там, сидя за экраном. И будут переживать, и говорить, давайте, давайте, все замечательно, все прекрасно. Скажите, следующий, Танюша, уже намечается Самарский подиум? Или надо провести сначала этот? А потом уже, скажем, намечается или нет? Когда мы начали подготовку к этому подиуму, мы получили очень хороший отклик от самых разных людей. И вот сейчас и пути назад нет, потому что очень многие сказали, мы хотим, мы готовы помогать, мы хотим участвовать, мы хотим волонтерить. И мне кажется, когда в Самаре появляется прекрасная традиция и очень необычное мероприятие, это хорошо. Почему нет? Пусть подиум будет ежегодной историей. Мы готовы, Настя, у нас все получится сегодня. Я верю в это. Ну вот видите, даже солнце поддерживает вашу веру, потому что дождик закончился, выходит солнышко, уходят облака. И, наверное, это не случайно, потому что буквально скоро на этот подиум выйдут самые главные люди проекта, его участники. И порадуют нас всем тем, о чем сегодня рассказала и Настя, и Таня. Тань, ну я чуть-чуть знакома с информацией, просто я хочу сказать, что действительно люди уникальные. Есть те, кто после 50 стал заниматься спортом. Есть те, кто пошел петь, никогда не пел. То есть вот ты же с ними знакома непосредственно. Вы знаете, вот сегодня у нас в числе участников подиума 4 или 5 серебряных волонтеров. Они уже активные, и я думаю, что после подиума у них тоже еще что-то случится. У нас есть среди волонтеров адвокат, преподаватель вуза и люди самых разных профессий, которые помогают нашему фонду, которым это интересно. И я уверена, что те, кто уже вошел в историю подиума, это будет такая хорошая компания, которая будет готова на все. И все наши предложения и проекты, которые есть у фонда, я уверена, что все эти люди и волонтеры, и участники будут на них откликаться. Но на самом деле, вот Оль, мы же говорим сейчас о том, что не нужно делить людей по возрасту. Нужно просто жить и нужно понимать, что если даже меняется твоя внешность, если меняется твой образ жизни, если ты меньше активен, если ты уже не работаешь, то, может быть, это возможности, возможности для чего-то нового, для чего-то хорошего. И это хорошее может быть связано лично с тобой. Когда ты начинаешь притворять свои мечты и говоришь, а, наверное, все-таки я хочу поехать во Францию. У нас была такая пара в Народном университете, которая училась, и эти люди исполнили свою мечту, накопив от маленькой пенсии, они съездили во Францию. У нас есть люди, которые начали делать свои волонтерские проекты и приносить какую-то пользу другим. Поэтому это прекрасная история. И вот вместе с Фондом Хорошая История, вместе с такими организациями, как у Насти, Баба-Деда, там тоже много всего интересного. Вместе с другими организациями некоммерческими Самарской области можно делать много-много всего. Приходите, давайте будем делать все вместе. У нас еще буквально есть минута. Мы не забыли, мы сейчас именно скажем большое спасибо тем, кто предоставил свои удивительные вещи. О них будет информация в нашем показе. Ну что, тогда мы готовы? Всегда готовы. Тогда отправляемся по нашему прекрасному подиуму. Подиум зрелой красоты. 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 Меня зовут Ольга Король, и мы сегодня приглашаем вас на замечательное событие, которое происходит вот сейчас, в это время, при этой погоде в нашей любимой Самаре. Итак, это проект «Подиум зрелой красоты». Ну, это не просто подиум, это социопроект. Его цель – показать реальных жителей города. Города и тех жителей, которых мы называем самарцы старшего поколения. Показать бабушек, дедушек и рассказать о них. Организаторы подчеркивают, что «Подиум зрелой красоты» – это в первую очередь проект для людей, а я могу добавить, что это проект о замечательных людях. На протяжении последних семи лет «Подиум зрелой красоты» ежегодно проходит в разных городах. Он был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Красноярске. И вот, наконец, добрался до нашего города, до нашей Самары. И я с удовольствием сейчас приглашаю на нашу сцену, на наш «Подиум» для приветственного слова автора проекта и основателя портала «Баба.Деда.Ру» Анастасию Лазибную, Настя, проходите, и директора Самарского благотворительного фонда «Хорошие истории» Татьяну Акимову. Ну что, кто начнет? Дорогие друзья, я безумно рада, что сегодня мы в Самаре, и сегодня Самара принимает такой замечательный и, наверное, немножко неожиданный проект, необычный во многом для города. «Подиум зрелой красоты» — это проект, который ломает стереотипы, ломает стереотипы о возрасте. Мы делаем это с помощью жителей города. Все участники, которые сегодня выйдут на сцену, — это ваши друзья, ваши близкие, ваши соседи. Они не профессиональные модели, они такие же люди, как вы. И наша цель — показать, что старшее поколение становится другим, показать его новый образ, показать, что люди меняются, и мы должны понимать, что они другие, и мы должны знать, что они новые. Почему это важно? Когда мы думаем о людях, принимая во внимание наши старые установки, это неправильно, потому что мы начинаем думать о них, как о людях, которым нужно помогать. Они могут помочь нам самим. Они могут многое сделать для города. Они могут быть волонтерами. Они могут работать на благо города. Они могут принимать участие в таких проектах, как наш. Строить по-новому свою жизнь. И наш проект дает им уверенность в том, что они тоже могут. И вы тоже должны понимать, что они могут. И принимать их новыми. Вы знаете, это очень волнительно. Все, что сейчас с минуты на минуту начнется. Потому что такого не было еще в Самаре никогда. Просто обычные мужчины и женщины выйдут здесь, в тех образах, которые им придумал стилист. Которые придумали наши местные дизайнеры. Наши местные прекрасные магазины. Они делают что-то такое, новое в их жизни. И это очень волнительно. Но это очень здорово. И я уверена, что это будет прекрасный праздник. Хочу пожелать всем сегодня удачи, успеха, драйва и удовольствия. Спасибо большое. Ну что же мы тогда начнем? Начнем. Итак, да. Прекрасные слова перед самым началом. И, наверное, приятно, что первыми дизайнерами, которые поддержали проект в нашем городе, стали наши любимые дизайнеры самарские. И одна из них Маргарита Бортникова. Немножечко про нее расскажу, пока готовятся все наши участники. Маргарита Лауреат и участник павловских сезонов фестивалей и неделей моды. Дизайнер, автор уникальной галереи кружева. Маргарита работает в эксклюзивной авторской технике вязаного кружева фристайл. Это вольный стиль, сочетающий классическое кружево в тенденции современной моды. Коллекция ориентирована на истинных ценителей эстетики. Каждая модель одежды выполняется Маргаритой собственноручно из винтажного и современного кружева ручной работы. Все модели эксклюзивной авторской коллекции двойное притяжение созданы из таких кружев. И в основу коллекции, вот здесь очень интересно, положены модели одежды конца 19-го, начала 20-го веков, представленные в мировых музеях костюма. В Англии этот вид кружев стал популярен благодаря короле Виктории. Коронованные особы по сей день хранят изделия из кружева как семейные реликвии, а у нас пройдут в них наши участницы. Маргарита убеждена, что каждая женщина красива. Но я бы еще могла рассказать, но вам, наверное, не терпится все это увидеть. И поэтому я предоставляю подиум первым участникам. Итак, начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дизайнер 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 Ну и, конечно, запомнить фамилию и имя дизайнера, к которому можно потом обратиться и сказать «Я тоже хочу так же, как на вашем подиуме». Ну, итак, подиум зрелой красоты. Сейчас показывается по телевизору, онлайн. Мы благодарим весь коллектив нашего любимого ГИСа. Они тоже выдерживают все трудности непогодные, но я думаю, что всем мужчинам, которые сейчас работают и на пульте, и за камерой, приятно смотреть на таких удивительных женщин. Итак, ждет второй выход с образами дам элегантного возраста от Валентины Журавлевой. Валентина Журавлева – основатель модного дома «Важур». Модный дом «Важур» специализируется на заготовлении одежды по индивидуальным заказам. Особенная изюминка коллекции дизайнера – трикотажная одежда из вязаных и готовых полотен. Вот сейчас, кстати, многим надо обратиться в «Важур», потому что настает настоящая холодная, прохладная осенняя погода, и эти вещи очень пригодятся. А вот следующая изюминка всего коллектива пригодится чуть позже, потому что это валенки. Это, ну, ну вы посмотрите. Мне кажется, что сейчас, конечно же, мы удивимся и увидим что-то прекрасное и потрясающее. И тысячи зрителей, кстати, из других городов тоже смогут увидеть это у себя, потому что не только ГИС, но существует интернет, и, в общем-то, можно найти нас и там. Итак, вы знаете, наверное, после сегодняшнего события у многих появится еще одно, не только удивительное от этого события чувство, но и чувство гордости за наш город. Итак, бренд Валентины Журавлевой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова Вы знаете, конечно, надо сказать большое спасибо, что этот проект возник много лет, уже тому назад, что он идет по городам нашей страны и что этот проект разыскивает смелых людей, красивых людей. И вы знаете, я спрячусь на всякий случай, чтобы микрофон не был в воде, и вы знаете, в общем-то, мне кажется, что мы, самарцы, очень активные в этом плане, и мы не будем дожидаться, наверное, одного, второго, третьего года. Нам захочется красоты, вот буквально немножечко пройдет, а почему бы не сделать подиум зрелой красоты зимней, потому что ведь тоже женщина и зимой хочет быть красивой, да, наверное, не только женщина и мужчина. Я не знаю, согласится ли со мной та, которая сейчас выйдет к микрофону. Дело в том, что мы должны поприветствовать те компании, которые помогли нам организовать этот подиум. Итак, это компания «Данон» и благотворительный фонд «Почет». И сейчас к микрофону я приглашаю на сцену Татьяну Голуб, представителя компании «Данон». Какая сегодня погода, да? Добрый день. Да, добрый день, несмотря на погоду, потому что день действительно добрый. Мы с проектом «Подиум зрелой красоты» сотрудничаем уже не один год, и когда он проводился в Казани, мы каждый раз говорили, Настя, когда же этот проект придет и к нам в город. Наконец-то он пришел, поэтому огромное спасибо организаторам, которые не испугались никакого вируса и привезли сюда этот проект «Подиум зрелой красоты». Огромное спасибо участницам, которые не испугались не только вируса, но и сегодняшней погоды, потому что то дождь, то снег, то солнце – это что-то невероятное такое творится сегодня в нашем городе. Почему он нам нравится? Ну, потому что «Подиум зрелой красоты» – это не шоу-однодневка. Люди, которые сюда приходят, они потом продолжают общаться, встречаться, они создают огромное сообщество по интересам и общаются уже и живьем, и в интернете. И мы часто уже с ними пересекаемся на каких-то совместных мероприятиях. Что еще важно? Люди, которые сюда приходят, здесь нет случайных людей, как мне кажется, здесь нет случайных попутчиков, потому что все, кто сюда приходят, это люди яркие, энергичные, творческие, и они готовы заряжать своим оптимизмом всех вокруг себя. Поэтому мы сотрудничаем, я думаю, дальше будем тоже продолжать вместе общаться, потому что, как говорится, шоу «Мастго ООН», шоу должно продолжаться. И давайте продолжать. А скажите, пожалуйста, личный вопрос, что-то уже для себя подсмотрели? Я каждый раз подсмотрю какие-то модели, потом хочется прийти посмотреть, потому что на этих же мероприятиях принимают участие именно местные бренды. В Самаре пока еще нет, а в Казани после каждого шоу бежишь в магазин и смотришь. И скажу еще по секрету, что я надеюсь, через три года все-таки стать участницей этого шоу. А почему через три? Здесь же возраст ограничения, нужно определенное. По знакомству? По знакомству не берут. Ну что ж, тогда через три года мы вас ждем на подиуме. Надеюсь. А сейчас ждем на нем наших других участниц. Это действительно прекрасно, что есть те, кто поддерживает этот проект. Я думаю, что с каждым годом их будет становиться все больше. А теперь приветствуем третьего дизайнера нашего города, который создал образы нашим участникам подиума зрелой красоты Елену Чувилину. Вы сами знаете, что порой самая простая вещь подчеркивает индивидуальность, личность. И она способна выделить человека из толпы, сделать его примечательным. На него обращают внимание. В общем-то, вызывает и немножечко зависть, и приятную улыбку. Поэтому стиль – это не повторение модных тенденций владения большим гардеробом брендовой одежды, а индивидуальная манера одеваться и личная фантазия каждого. Так считает Елена. Очень хочется сказать о тех людях, которые работают вместе с Еленой, потому что это люди, которые болеют своей профессией. И это прекрасно. Таких единиц по всей нашей стране, их опыт, их профессионализм обязательно должен передаваться. Они помогают действительно другим овладевать своей профессией. Например, специалист, который занимается вышивкой, прежде работала у Вячеслава Зайцева. Представляете? Созданные ими вещи привлекают не только эстетикой, но и, конечно, качеством. Самому же дизайнеру нравится делать акцент на качестве, а также на мельчайших деталях, способных подчеркнуть утонченность и изысканность создаваемой вещи. Причем, опять-таки, обращаю ваше внимание, всю фурнитуру дизайнер подбирает сама. Я думаю, что вам не терпится посмотреть, рассмотреть ту самую фурнитуру и все запомнить. Ну, в общем-то, давайте начнем. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот сейчас под эту барабанную дробь. Так хочется прям вот помаршировать и немножечко согреться. Но, сами понимаете, знаете, какая погода. Мы сегодня о ней очень много говорим. И все-таки, когда внутри тепло, душе тепло, когда у тебя хорошее настроение, то, господи, ну все прекрасно. А я вижу, что наши участники, они все больше улыбаются к концу, в общем-то, нашей встречи. Потому что, наверное, и проход по этому подиуму, и в том, в чем они прошли, и даже то, что они познакомились друг с другом, это событие, большое событие. Вот сейчас я хочу, чтобы ко мне подошли уважаемые участники. Пожалуйста, пройдите ко мне. У меня есть несколько вопросов, прежде чем мы с вами расстанемся. Мне ведь очень интересно. Вы удивительно сейчас все это сделали. Сделайте, пожалуйста, еще раз. А вот на камеру, когда вышли, как-то вы... Да, да. И вот. Женщины, аплодируем. Браво. Браво. Представьтесь, пожалуйста. Макаров, Анатолий. Анатолий, скажите, это первый раз? Да. Последний? Надеюсь. Надеюсь. Я после этого показа решил сменить профессию и понял, что в модельный бизнес я точно не пойду. Ну а скажите вообще, вот сама подготовка, сегодняшний день показа, он для вас что? Ну, это некий такой необычный опыт на самом деле. Я никогда, наверное, уж вспомню, если склероз позволит. А вообще, конечно, в таких вещах я не участвовал, и это было интересно. Ну, а скажите, пожалуйста, как вам то, что вот вам предложили надеть и пройтись? Вы знаете, моделей даже непрофессиональных не спрашивают. Значит, во что надели, в том я и выхожу. Я надеюсь, что это, поскольку у меня вкус отсутствует, я надеюсь, что все-таки это нормально. Женщины. Он, мне кажется, на себя наговаривает, у него великолепный вкус. Пожалуйста, в этом появляйтесь как можно чаще на улицах нашего города. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. И спасибо вам большое за участие, не последнее, мы очень надеемся. Нет. Вы украсили сегодняшний праздник. Профессионалы – это одно. А вот когда они профессионалы вот так вот делают, то это просто еще двойные аплодисменты. Ко второму мужчине я подойду чуть позже. Вот удовольствие на лице я вижу. Да, так и есть. Несмотря ни на что. Несмотря ни на погоду. Самое главное, наверное, в этом проекте было то, что я познакомилась с замечательными самарскими брендами, с работами Маргариты Бортниковой. Это великолепные творческие работы, которые, во-первых, она создаёт очень долго. Они наполнены таким вот художественным мастерством, что просто необыкновенно. Любая женщина в этих нарядах, мне кажется, будет великолепна. Вы несколько выглядели по-другому? Это вообще не мой стиль на самом деле. Я даже не ожидала, что я смогу вписаться в такие вещи. И оказалось, что это возможно. И как дальше? Я, наверное, буду теперь спрашивать у неё номер телефона и постоянно с ней общаться, потому что это очень красиво. Номер телефона надо было спрашивать заранее. У нас просто было очень много работы в подготовке, я не успела. Вот как раз насчёт работы и подготовки. Потому что я несколько раз сказала, что это, в общем-то, не профессионалы. Они на подиуме не ходили. Нет, нет. Скажите, было ли сопротивление, что вот, ну да, я хочу поучаствовать, но как-то вот с какой-нибудь маленькой там норочкой, чтобы никто не видел. Вы знаете, тут такая доброжелательная команда, которая так мощно тебя поддерживает, что такого сопротивления просто, в принципе, не могло возникнуть. Было очень комфортно работать. Большое спасибо девочкам. Большое спасибо вам. Не растеряйте этот образ. Стараемся. Спасибо, да. Как хотите. Мы вас такое видели, запомнили. И чтобы вы такая остались. Спасибо. Спасибо вам уже. Я подойду к мужчине? Да, да, потому что, ну, как-то тянет к ним, да? Да, конечно, точно, точно. Такие нас великолепные мужчины. Ну что, великолепные мужчины, ваши впечатления? Сама идея. Дунаев Василий. Сама идея. Подиум для любителей, среди любителей, меня привлекает. Поэтому я в нем принял участие в этом проекте. И, с другой стороны, я хотел показать и доказать молодым, что в 60 лет мы еще кое-что можем. Да и ого, да? Скажите, пожалуйста, вам нравится ваш образ? Ну, во-первых, это не мой стиль. Ну, образ, да, мне понравился. Ну, теперь это ваш башниц? Вот если на вас посмотреть, кто скажет, что это не ваш? Это ваш? Ну, я буду придерживаться этого. Вы запомнили адрес магазина, в котором так хорошо одевают? Обязательно. Да? И мы очень желаем, чтобы вы обязательно приняли участие во всех наших подиумах «Делай красоты» 2021, 2022, 2023 и так далее. Будем стремиться. Да. Хорошо. И, правда, честное слово, нам очень хочется, чтобы вы остались нашими постоянными участниками. Да? Да, милый дом. Как вы здесь? Спасибо за доверие. Улыбка не сходит с лица. Да, ну, потому что, во-первых, это радостное событие, а во-вторых, у меня помимо радости участия, меня радовало то, что участвовали в основном бренды нашего города Самары. И я хочу вам сказать, что я раньше гордилась нашим лучшим городом земли Самары, но сейчас это такая была планка установлена именно в модельном бизнесе, потому что, как вот, если, мне кажется, многие представления, что Самара провинциальный такой купеческий городок, я вам хочу сказать, что сейчас все убедились, что далеко, скажем так, это не так, потому что наши мастера и модельеры, они очень высокого уровня. И я вот гордилась тем, что сегодня было это продемонстрировано. И я получила удовольствие от того, что гордилась, что мне такая честь была показать вот то, что они могут делать. Так что нашим модельерам, я считаю, прям аплодисменты, да, аплодисменты. Спасибо. Гордеева Вера. Скажите, Вера, вы по жизни чем занимаетесь? Ну, что бы я ни делала, я стараюсь быть счастливой просто. Работа, семья, дети, внуки. Я считаю, что это должно быть, во-первых, движение всегда, это первое условие. Потому что человек как река. Если у нее идет только отток энергии, действий, то со временем иссякает все. А вот сегодня событие, оно наполнило, мне кажется, наших многих участников. И ритм жизни, в общем-то, такой более уверенный у всех людей появился. И спасибо за шанс, который нам предоставили ощутить себя в новом качестве. И наш возраст показать, что правильно сказали, что вот 60 лет – это же не конец жизни. Это, я считаю, что вообще новый виток нашей жизни, не менее интересный. В общем-то, стоит пожелать, чтобы с каждым годом у нас участников становилось все больше и больше, да? Да не то, что пожелать, я вообще уверена, что после этого показа это уже наверняка будет. Спасибо вам огромное, спасибо за первое такое, как говорится, пробное. И пожелание всего самого-самого доброго. Я знаю, что у вас сейчас все готовятся к большому показу. Так что вы тоже готовьтесь. А что готовиться, вы всегда готовы. Вы же, ну просто, вот если бы у нас сейчас из-за этого ковида нету, вот столько было бы зрителей, которые бы аплодисменты свои вам дарили. Но я думаю, что все наши телезрители тоже сейчас у экранов аплодируют. И все, в общем-то, хорошо, прекрасно, настоящий праздник. Мне очень хочется сказать, что действительно жители нашего города, они и смелые, они и очень готовы вот к таким новым впечатлениям, авантюрам. Они такие, как все жители нашей большой любимой страны. Будь в Москве, в Петербурге, в Казани. Но ведь наши – это наши. Конечно же, мы сейчас должны поблагодарить за атмосферу праздника. Лично Веру Глухову и Садовый центр Веры Глуховой. Один из лидеров в Павловском регионе за выращивание и реализация растений, а также по озеленению, благоустройству территории. Компания имеет сеть таких магазинов. И, в общем-то, мы очень хорошо знаем и Веру Глухову, и ее прекрасные садовые центры. И вот то, что сегодня здесь сделано их руками. Огромное спасибо всему замечательному коллективу. Сейчас осень. Вера, мы обязательно к вам приедем, потому что надо сажать и розы, и гортензии, и все-все остальное. Так что ждите. Спасибо вам большое. Конечно, по прекрасному нашему режиссеру Алле Романовой аплодисменты. Спасибо ей, потому что она работала над постановкой подиума «Зрелой красоты» с нашими участниками. Алла – настоящий дефиле с нулевого уровня до международного стандарта. Постановщик конкурсов красоты, в том числе «Миссис Самарской губернии» и многих фестивалей. Да спасибо всем, кто сегодня работал с нами. И спасибо всем вам, нашим дорогим телезрителям, потому что вы с нами. Оставайтесь. Вы сейчас увидите всю красоту вновь. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Маргарита Бортникова Валентина Журавлева Елена Чувилина И магазин одежды «Итальянский стиль» Маргарита Бортникова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Общий выход было два раза Чтобы вы успели всех посмотреть Чтобы они посмотрели друг на друга Какие они замечательные Чтобы они поблагодарили своих дизайнеров Поблагодарили всех, кто с вами занимался Все замечательно Потому что, вы знаете, праздник заканчивается У вас уже не будет никаких репетиций Никаких тренировок Вот эту красоту, наверное, придется отдать Но останется что? Воспоминание Воспоминание Настроение И, конечно, красота Которая всегда с вами Вы знаете Трудно всегда заканчивать Потому что бывает праздник Который хочется продолжить А я хочу пригласить сейчас сюда тех Которые все когда-то это придумали Которые все это организовали И, наверное, в общем-то Все это провели Вы рядом со мной Настя, вы и Танюша Танюша, да Танюша, мы немножечко опять в пальто А мы посмотрели на те красивые пальто Которые есть здесь в нашей коллекции И решили тоже, в общем-то, как-то приодеться Да? Ну что, мои дорогие Настя Самара вас не разочаровала? Друзья, спасибо огромное Самаре У нас осталось буквально пара минут Я хочу сказать Огромное спасибо нашим коллегам Из фонда Хорошей истории Спасибо огромное Наши замечательные ведущие Замечательной компании Косторама Которая предоставила этот подиум И Самара нас не разочаровала Появилось солнце И мы рады, что сегодня мы заканчиваем Солнечное настроение Спасибо большое, Настя Давайте поблагодарим Настю За то, что она когда-то придумала Этот замечательный подиум Который поживет много-много лет Анастасия Лазибная Приезжайте к нам почаще Я вот тут сказала, что зимой проведем Ну что, Датань Две минуты, ложитесь Осталось две минуты Мы начинали с Града Заканчиваем солнцем Спасибо огромное Али Романовой Прекрасному режиссеру Спасибо Анастасии Селивановой Волшебному Совершенно дизайнеру Спасибо волонтерам Всем, кто сегодня нам помогал А это были волонтеры Спасибо Елене Кленовой Где у нас Елена Кленова? Идите сюда Это человек, который сделал этот проект Она очень хотела Она его сделала Это человек, благодаря которому состоялся подиум В том числе Спасибо, огромное спасибо Олечка, спасибо тебе Мы не всех назвали Спасибо замечательные наши фигуры Сейчас можно Пластилиновый дождь Да, пластилиновый дождь Отомрите и пройдите Чтобы мы вам поаплодировали Несмотря ни на что Они выстояли Спасибо вам большое Вы прекрасны У них, правда, незрелый возраст Им еще до него далеко Но спасибо вам за участие В нашем сегодняшнем показе Ну что же, мои дорогие Мы прощаемся с вами С пожеланиями всего-всего самого хорошего Будьте красивы Будьте любимы И до новых-новых встреч Вы знаете Погода изменится Вот такая осень Изменится на холодную осень Потом будет зима Потом будет весна и лето Так что, вы знаете Наверное, к весне и к лету Надо шить новые наряды Вы со мной согласны? Не дожидаясь никакой другой погоды И, конечно, не забывайте о том Что подиум зрелой красоты В Самаре Только начинается Выходите на улицы Выходите на площади Выходите в гости И одевайтесь красиво И будьте красивыми Внутри и снаружи Мы с вами расстаемся До свидания До свидания Пройдемся еще раз красиво Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому!